Я рад приветствовать сидящих в тепле на канале Дамако. Сегодня с вами Станислав и Артур, и мы продолжаем выживать в игре под названием The Wild Eight. Ну что, дорогие друзья, мы отправились в путь. Путь, чувствую, будет долгий и очень холодный. А что это, смотри, я могу использовать табличку, здесь написано 61 возле ОК кнопки. Что это такое? Не знаю. Я просто хотел забрать её с собой. Да пускай тут будет. Ты всё равно мусорить будешь, не попал, а я ж тебя знаю. Табличка эта тебе не поможет. Я не мусорю, ты о чём вообще? О, слушай, а тут... А, не сработала ловушка. Походу, кролик надо, чтобы именно чётко попал в этот самый... А куда мы идём? Надо по заданию идти, наверное. Да, нам с тобой куда-то вон направо, да, там туда, в ту сторону. Ну иди, мы не зашли. Потому что раз ты меня туда привёл, на самом деле, потому что я так и не понял, куда надо. Так вот нам с тобой так вот чётко направо-направо прям, иди за мной, я тебе второй раз. О, опять это место. Там волк, кстати, будет. Кабан, давай кабана завалим. Давай, давай, давай. Аааа, почему-то, кстати, это часть карты, она... А, ты меня-то чё бьёшь? Ты подбежал! О, кабан, кстати, решил тебя завалить. Надо его глушить камнями. Вот опять начинается. Тут ещё один кабан, кстати. Ну, за раз сопротивление к оглушению. Ох, я тебя долбанул. Да? Я не почувствовал. Нормально, вот, бери мяско. Давай, давай, мне как раз, кстати, еды не хватает. Я, кстати, начал замерзать. А где мясо-то? А, кстати, говорят, уже такого же. Вот. Прямо в кустах. Я тоже. Давай прямо тут поставим костер. Чё-то я не шишша не вижу. А, вот вижу. Давай, давай, давай. В смысле не удалось? Ого. Сумасон. Вот так вот. Тут ещё дерево кто-то бросил. Кто бы это мог быть? Найду, покараю. В лесу-то в этом. Так, я бы поел. Найду, заставлю платить штраф. Очень. Одним ударами. Где мое мясо? Кто мясо взял? А, нет, это не мое мясо. Она чуть пожарилась. Всё нормально, я ем. Так. Всё светлеет, всё яснеет. Друг другу просто дали по щам. Очень даже здорово. Всё нормально. Так, 79 дерево... Не, 89, 89 камня. У меня всё хорошо. Я готов дальше топать. Потопали. О, подорожник. Ага. У меня есть одна целебная штука. Я думаю, что я кабанов... Да не то. Я думаю, что я кабанов буду вылить сейчас-то. А я просто буду пытаться выглотить из них хужую, если это барахло. Убивать из них дурь. Чтобы они больше не смели-то. Что там они делают, кабаны эти? Я, походу, умудряюсь как-то критовать, там, не знаю, этот... Кровотечения накладывать, что ли? Кстати, где этот самолет гребаный? Мы уже должен быть где-то уже здесь рядом. Мы должны были вообще быть рядом. О, и нашло. А, да, 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 что-то нашло. На меня. Ага, всё. Я не понимаю. Куча мяса. Ну, нет того, что нужно. Может быть, или не выбивать все ради сухожилий? Пойдём быстрее сюда, сейчас фига началась. А куда самолёт? А ты меня не видишь на карте, да? Я тебя тоже, наверное, не вижу. Беги на восток, прям чё-то. Тупо на восток? Да, 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 да. Пока у тебя не прозвенит какой-нибудь там звук или ещё что-то. О, 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 вижу. Консерва. Прямо для тебя. Ну ты отлично. И грибочек. Так я уже переполнен. Давай мне грибочек. Вот он. Что-то я хотел. А, надо, короче, поставить мне здесь мастерскую. Мне нужно сделать камней. Что ещё? Целебную мазь. У меня просто инвентарь заполнен. Мне ещё всего не хватает. Так, аккуратней сейчас, кстати, мы когда пойдём с тобой, да, в ту сторону, там будут волки. Блин, целебную мазь так легко делать. Надо дождаться. Это вкусно. Ммм, ням-ням, целебная мазь. Покушать? Смотри, можно, короче, сделать разделочный нож, повязки из отрезка кожи. Чтобы сделать отрезок кожи, нужна кожа, чтобы сделать... Не могу, если зачем. Зачем нужен разделочный нож? Потому что, ну, наверное, он для этого, да? Как ты думаешь? Для готовки? Для шкуры, точнее. Для того, чтобы... Он нужен... Да, я вот палки. Чаимки попали через чай. Но он нужен, скорее всего, для того, чтобы одеть вместо крыльчей лапки, судя по всему. И когда ты его носишь, судя по тому, что читаю, то тебе даётся шанс в падении полезных материалов и прочего больше. Судя по всему. А что у меня, кстати говоря, с лапкой? Слушай, а лапка вообще не ломается. А чё её ломаться? Грибочек, мяско. Твоё. Мне нужно камни наделать. Я грибы жарю. Блин, как тема я прокачал два пункта инвентаря, это просто офигеть. Я туда сложил дерево и камень. Угу. Очень шикарно. Мне не нравится то, что у меня косточка постоянно в инвентаре. Я под ней не сбываюсь. Не нравится. Скорее бы сделать просто себе это, да, копьё, и всё было бы нормально. Да. Нет, 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 нет. Олень, я пойду попробую оленя завалить. Да твою мать, зараза! Убежал? Он убежал в... А нет, он обежал вокруг самолёта. Тут такие заразные капец какой-то. Там могут быть волки. Вообще просто здесь вот рядом с этой локацией, и волки уже начинают появляться. Точно. Блин, он не до 100 лет сопротивлялся оглушению. Что ж такое? Радиовышка? Какая ещё радиовышка? А, ну да, точно. Нам же сейчас как раз на неё надо. Да зараза! Я застрял в грибочке! Это ненормально! Слушай, я не знаю, у нас тьма мяса. И всё. Тьма мяса, и нету того, что нам нужно. Куча грибов, северных ягод. Капец, Стас! Собираем палатки, погнали дальше. Оу, обжорство! Ну нельзя было меня на такую поляну грибов впускать. Это как Золон и Дарк, то же самое, знаешь. Там тоже. Я, короче, попал... Переполнил пищей. Попал в место, где нужно выживать, и выйду оттуда такой жирный. Да-да. Ты где был-то? Да я выживал в лесах. Такой вообще, еле занесли домой просто. Я такой... Выйду из леса, и такой буду всем говорить, какие ужасные условия. Жирный такой, выйду. Слушай, олень горел в самолёте. Это как в том анекдоте про медведя. Да, я просто подхожу, олень залез в самолёт и коцается. А где ты делся? Оленя убиваю. А, может, это был только невидимый. Мяско. Олень, у тебя есть что-нибудь? Когда мне сухожилия дадут, почему такое? Чем я вот проявил? Я что, лицом не вышел, что ли? Ну, а что за беспредел-то, правильно? Вот, смотри, тут ещё один олень. Это всё потому, что ты... Волки! Беги! Беги, прячься в убежище. Никакого не убежища, забить до смерти. Они, кстати, костров боятся. Вот костра волк боится. А может, у волка будет хужели как раз? Слушай, это капец какой-то. Что волк, что олень, я за ним всё равно бегаю. Капец, да стой ты на месте. Я тебя вижу с другой стороны корабля-самолёта. Самолёта-корабля. Сейчас я тебя обойду, помогу тебе. Я загнал волка на гору. Он убегает от меня. Он у меня вывезен. Волк по-любому не хотел, чтобы мы на него нападали. Ну, правильно, может, у него семья. А, вот я вижу. Я сломал об него топор. Давай, сломаем в него что-нибудь. Я сломал об него тирку. Так, я, наверное, пойду туда, загружу этот генератор в эту радиовышку или что-то у нас. Слушай, это по-любому был какой-то, не знаю, волк, воспитанный оленями, потому что он не дал мне ничего, кроме мяса, как и олени. Олень. Олень и волк. И же, котопёс, почему олени и волка нет? Нет, в прошлый раз. В прошлый раз было как-то получше. У нас сухожили были и кожа, а сейчас вообще ничего не выпадает. И, слушай, у меня мясо уже восемь в одной пачке. Сухожили! О, одно? Одно, ага. Они больше не дают. Капец. Ну, ты как хотел. Я два хотел хотя бы. Я вообще на фулах, кстати говоря, мне не холодно, я полностью сытый, я не коцаный. У меня куча еды. Так, я бегу делать себе... Харакири! Ты сейчас будешь с копьём, а я буду без. Ну, типа того, ну я ж крутой чувак, ты ж стрелок, тебе надо лук сделать. Где там лук, кстати, как там, чтобы лук сделать? Что надо сделать? Лук каш на четвёртом уровне, мне нужна одна кожа, чтобы потом улучшить мастерскую. А это что такое? Да, да, там потом жесть начинается, конечно. Я что не понял, что я сейчас поднял? Какую-то целебную мазь, походу. Это не твоя свящая была? Не-не-не, я тоже посмотрел, что-то что-то валялось, но я не помню, что. Да ставь ты уже её первеный театр. Время спринта, скорость, лоскость. Уроны, конечно, не было. Где моё копьё? А я переполнен, ё-моё. В плане охоты мне качать больше нечего. Так. Капец, меня просто никто не трогает. Что такое? Хе-хе-хе-хе-хе. Я что? Лысый, самый лысый, что ли? А, я не могу, да. Сделал копьё? Нет. Да я как-нибудь хочу всё забрать, гриб свой, который здесь упал. Один, вот один, а вот второй. Ой, дурная камера, ой, дурная, ой, дурная дама. А-а-а, блин, с мастер-дамом. А ты сделал с этим, как называется, с генератором не сделал, нет? Нет, я хотел сделать копьё, потому что места там не будет. А-а-а, да вспомнил. Я не сделал кое-что. Да чё, жареный гриб-то не берётся, я уже затыкал ово всё, наконец-то. Топор, точно. У-у-у-у-у-у, у меня копьё. Блин, хорошо тебе. А-а-а, волк! О, боже. Как я перепаратился. Ты видел? Нет. Волк подбежал, увидел кого-то и убежал. Куда мне можно поставить оружие, а вот всё нормально. Волк, выходи, пазла. Тоже хочу копьё. А вот волк убьём, будет копьё. А прикинь, сейчас возьмём и сдохнем там же, где в прошлый раз. Вот будет обида. Не, мы туда сразу же не пойдём. Идём на вышку. На вышку, на вышку. Мышка, нарушка. Так, я так понимаю, что жрать быстро нельзя. Иначе обжорство. А у тебя было обжорство? Да, у меня было обжорство, я очень быстро ел. Жаробасина, его тебя подкалывать. Вот, сухпаёк. Сухпаёк. Жаробасина. Жаробасина. Если так пойдёт и дальше, то по-любому тебе придётся возить меня на самку. Я заберу тебя, сухпай. Я не хочу, чтобы ты потолстел. Так, ну что, мы с тобой всё, в принципе. Найдите, куда ведёт линия электропередач там с тобой осталась. Можно вернуться сейчас к лагерю, да, забрать там наши пожитки. То есть, надо там приготовить поесть и навалить. В смысле? Ты вот это называешь лагерем? Ну, типа того. Ну, хоть что-то похожее на лагерь, разве нет? Ну, да. Что-то я... А, слушай, может быть, это из-за крыльщей лапки все от меня убегают? Это же она уже воняет просто. О, волк, волк! Где? Вот. То стоять, не мразь. Посмотри, он меня убежал. Посерьёзнее, аккуратней. Аккуратней, аккуратней, он какой-то посерьёзней волк. Да нет, такой же, как и все. Да нифига, мне он куснул, знаешь, как сильно. Мне куснул где-то процентов сразу на 10. Ого. Он меня боится, у меня крыльщая лапка воняет. Я толстый, крыльщая лапка воняет. Всё нормально. Я пока возле самолёта, потому что круга пошла, и на том месте, кстати, не ломился бы. Я убил его. Сухожилие? Нет, мясо. Капец. Ты неудачник. Да, но зато у меня 8 кусков мяса. Нет, 4. Десять даже. А что, у тебя несколько слотов заполнили? Там же максимально 4, да, вроде как, насколько я знаю? Нет, теперь уже максимально 8. Да? Вот 4, реально. Смотри, короче, костёр затух в момент того, когда на нём жарилось мясо. И оно не исчезло, то есть мне надо было опять зажечь костёр, и нормально пожарилось дальше. Блин, я тебе говорю, я таким обжорством занимаюсь, у меня поеби просто до хрена. Капец. Ну, что могу протескать? Жаробасина. Жаробасина. У меня просто кость широкая. Вот она даже в инвентаре лежит. Врёшь ты всё, я знаю твою кость. Видел я. Жир свисает по бокам. Так, я, короче, надо чё побыстрее... Мы с тобой никак уйти с этого места не можем. Мы с тобой уже вроде всё. Куда пойдём-то? Пойдём волку мстить? Волку мстить? Да нет, я без копья не пойду мстить волку. Ох, офигеть, открой карту, посмотри, чё тут. О-о-о-о. А чё там? Лево-низ, зелёный вопросик. Право-низ, четыре восклицательных знака наверху чё-то. Ох, офигеть, сколько всего вкусного. Где ты предпочитаешь умереть? Выбирай. Тыкай на карту, мы туда пойдём. Оп. Ну-ка давай. Ну вот, это вот сверху, короче, вот эти вот, это вишка линии передач, нам туда и надо. О-о-о, вот тут как раз эти зоны, куда мы с тобой в прошлый раз ходили. Встань возле... И вот какая-то аномалия, короче, есть. Может, к аномалии пойдём к зелёному вопросику? Так, у зелёного вопросика был волк, по-моему, в прошлый раз. Да-да-да. Но мы ходили с тобой, кстати, где голубые вот эти вот высотительные знаки, а там был волк в прошлый раз. Ну знаешь, что мы можем сделать? Мы можем прямо тактически, грамотно провернуть всё. Мы можем сделать этот ловушку, которая будет замедлять волка. Но это зараза, просто если укусит, мало не покажется. Но нам с тобой опасно идти, слышишь, без лука-то. А что для лука-то надо? Я вот даже не посмотрел. Да ладно, мы бы скопьём. Для лука нужна, во-первых, четвёртого уровня мастерская. Чтобы её сделать, нужно... 120 и кожа нужна. 120 дерева, да, и кожа. Давай, смотри, судя там, где восклицательные знаки, там походу домики. Давай попробуем сходить туда. Может быть, мы там сможем... Да. Но там был волк раньше, ты помнишь об этом, да? Нет, подожди, волк был там, где зелёный вопросик. Нет? Нет, но он был, где зелёный... Тогда просто там был зелёный вопросик. Но сам факт то, что волк был как раз внизу, куда мы с тобой ходили. А если волк привязан чисто к вопросику, то это ладно, понятно. А если он привязан просто к местности, то, значит, он будет внизу. Это же другой вопрос. Тогда подожди, надо сразу на камне наделать две пачки. Да, я вот как раз сейчас делаю себе... Э, вот проблема в том, что в прошлый раз я к нему ходил в кожаных доспехах, а сейчас я в деревянном дерьме. Это не круто. Я сейчас ещё знаю, что сделаю? Я, наверное, додобываю ресурсов. Так, у меня 60 дерева и 60 камней. Мне, думаю, пока хватит. Знаешь, если то, что я видел на картинках, когда искал картинку для превьюшки, правда, то волк это не самая большая наша проблема. Так, ну-ка давайте без спойлеров. Я сейчас кого-то забаню. Просто, моментально. Забанил. Друга в колопе. Да, да. А кто потом будет волка убивать? И того, кто будет после. Блин, ну это будет сейчас реально опасно. Нам с тобой надо какой-то план выработать? Во-первых, там надо действительно ловушку замутить. Я предлагаю план такой убежать и кричать О-ло-ло-ло-ло. С копьем, да. Всё, понял. Я готов к этому плану, я уже натренированный. Я знал, что тебе понравится. Погнали. Тем более у меня вонючая кроличья лапка в инвентаре. Я думаю, что он будет мне убегать. Очень не сомневает. Просто, ладно, что-то не шибко-то ломился. Если его воспитали оленьи, то... О, Господи. Какая тень была страшная от твоего мяса. Так, я ещё быстренько сделаю тогда целебную мразь. Целебная мразь. Вот, всё, целебная мразь сделана. Нам осталось, значит, помещается с тобой ловушку подумать. А какая ловушка-то, интересно, на него действована? Точно, точно, ловушка. Я думаю, что на него действована вот та, которая вот замедляет. Замедляющая. Да. Давай сделаем. Я одну сделаю. Типа простой капкан. Я тоже одну сделаю. Ночь? Я думаю, самое время выдвигаться. Да-да, пришло время, пора идти. Солнце скрылось за горизонтом, время выдвигаться. Короче, я оставлю палатку, я сплю. Потому что я не хочу ресурсы тратить. Лучше 20 и потратить дерево бесполезного, которого везде куча. Блин, как-то слишком логично. А наутро ж пойдём, короче. Реально, к этому волку, потому что, не дай бог, он там скотина это. У меня... Не хочу прокачать. Урон ближнего боя на труечку прокачанного тебя? У меня на двоечку сейчас будет прокачан. Я лучник, у меня прокачанного ближнего боя на труечку. Почти что-то на максимум. А, надо спать. Так, тут ничего. Знаешь, я, короче, могу теперь выкладывать возле себя не дерево с камнями, я могу разложить мясо под себя, там, знаешь, под голову целебную мразь положить. Я представляю, колбасы подсушенные, знаешь, такой нормальный, мясная лавка просто. Я могу лечь на спину, короче, на всю эту еду, и на консервы такую соску, знаешь, придумать и спать с соской в руках консервы, высасывающие цены. Тебе можно, как медведя, знаешь, в спячку просто, в берлогу загонять с этой едой, и ты это пока на зиму переживешь. Да, реально. Четаныш какая-то длинная. Появились два просто троглодита, которые здесь все пожрут, сбежавшие из пещер просто два человека. Ну, зато я теперь могу выдвинуть теорию, почему от меня убегают животные. Они просто не стали про тебя. Я там, видимо, на лицо уже такой. Опять пошла пурга. Мне холодно, надо мясом накрыться. Шикарно. Мне, кстати, в этот раз, то ли они пофиксили, да, разработчики, тему, ну, раньше как-то чаще выпадало и сухожилия, и косточки, и кожа. Мы как-то быстрее набирали, а сейчас вообще никак. Может быть, там везло, конечно, по-другому? Ну да, да. Как-то странно, потому что, ну, реально, вот, ну, сколько животных, ты-то сколько животных поубивал, у тебя столько мяса, у тебя столько уровень прокачанной силы, да, грубо говоря. Я уверен, что ты просто наубивал кучу животных. Но у тебя нет до сих пор даже сухожилия. Да, и это странно. Это реально странно. В прошлый раз у меня было их, по-моему, две штучки. И это помимо того, что у меня ещё была кожа. Да, и уже кожаная броня была. Ботинки, я помню, мы сделали в прошлый раз. И, между прочим, надо отметить, что, в принципе, если раньше игра была не самая лёгкая в плане выживания, поначалу, то сейчас она стала, по-моему, ещё чуть сложнее в этом плане. Просто потому что ресурсов стало ещё меньше. Ну, имеется в виду таких, которые нужны для прокачки. Возможно, да, надо погреться. Мне время окончилось. Ты проснулся прям вот как... А, 10 часов, нет. Я позже проснулся сегодня. Это что за мешочек? Я не срал здесь, нет, я не знаю. Ну ладно, тут накиды надо вокруг самолёта. Типа, ну тут взорвалось, сами понимаете. Я тут не проезжаю. Это выпало из самолёта, что ты от меня хочешь? Да, да, да. Так, собрать, всё, можно валить. Надо поесть. Ты такой... О, можно жрать. Я только слышу, только... Откусил кусок. Так, ну что, валим вниз? К домикам? Да, давай вот это ещё соберём для начала, чтобы я валил с полными штанами камней. Блин, я прям дико рад тому, что я прокачал на два пункта этот... Инвентарь. Прямо настолько удобно. На два пункта? Да, и у меня добавилось два пункта новых ячеечки, короче. Я туда скинул руду и дерево. Вообще шикарно. Так, я на флаг можно идти. Прокачал. О, это что, дерево, что ли? Идём. Всё, я иду. Чё-то дерево подобрал. Оштрафую. Найду, оштрафую. Да-да-да. В лесу-то дерево, пшш. Вообще, кто мусорит природным ресурсом? Олень. Не будем убивать? О, ух ты, ёлки-палки. Мы целенаправленные, да, люди? Слушай, а этот от меня не убегает, что ли? Врач, лапка уже не... Камильфо? Смотри-ка, у меня ещё какая-то просадка аж до 17 фупс, очень странно. У тебя как нормально всё? Да, у меня было нормально. Вот в этом плане, мне что-то сильно просело. Так, я заберу это мяско, потом пожарим. Так, это, конечно, всё очень хорошо, но... Чё-то, чем ближе мы туда подходим, тем сильнее у меня поджимается. Так, а я хочу посмотреть, мы далеко? Мы далековато. Критический урон! Критический урон камнем. Вот это сурово. Ну я же лучник. А я бегаю и смотрю, но мне чё-то как-то очень странно игра просела, но до этого вроде всё нормально было. Наверное, там такое дверьё прогрузилось у тебя. О, ещё одна косточка. Ой, я начинаю мёрзнуть. Ты как? Я нормально. Так, блин, у меня слои мяса меня. Пасают. А, ты уже поставил, да? Я ещё поставлю, потому что надо погреться. Чё-то реально, я подмерзаю. Тут миллион грибов, кстати говоря, вокруг. Помимо прочего. Да, можно, кстати, затариться. Так, я поставлю, раз такие дела, я поставлю вот это здесь. Слушай, я не знаю, у меня тупо сухожилия не падает. Может быть, сделать не копьё, может быть, сделать себе что-то другое. Не, ну можешь, конечно, заточку сделать там, да? Да, или что там, в общем, максимально можно сделать из того, что у тебя есть. А, и не могу, я тоже сухожилия требует, твою мать. Мне вообще только одну кость попалась. Одна. У меня сейчас две уже. На данный момент. Заточку. Ну, блин, я не хочу заточку делать, она такая, не очень, по сравнению с копьём. Тебя сажаренная валяется. Да, я сейчас ещё пожарю. Надо что-то прокачать. Может, поэтому они чисто так и стали делать. Так, я бы, наверное, поспал, наверное, до утра. Вот, главное, спать ушёл, мясо тут вываливается из костра. Да. Я увеличу ещё рюкзак на 10 сантиметров, вот. Кину сюда вот это. Маленькими шажками мы просто топаем. Мы просто это делаем аккуратно, потому что... В прошлый раз нам сказали. Не хочется повторения прошлого раза. Нам сказали в прошлый раз. Вы что-то, ребята, разогнались, по-моему. Почувствовали себя королями этого леса. Ну, в целом, это так. У меня еда ещё есть. Надо будет, знаешь, что с тобой сделать, наверное, по-хитрому, да? Мы когда будем подходить к той местности... Немножко же, когда будем спускаться, я сейчас могу интересную карту посмотреть. Ничего не могу сделать. Я, видимо, сплю действительно, всё по натуралке. Я всё видел, куда ты выкидываешься. Я всё видел. Кто? Так вот, я думаю, надо поставить там капканы. Если враг появится сильный, надо сразу туда загонять. Как бы, ну, заранее просто. Подготовиться. Ой, капкан. У меня есть один. Вся проблема в том, что я где-то свой просрал. Мы когда сражались с волком... Ты пенел его, да? Я, походу, вот и пенел, да. Надо сделать ещё один. У меня есть капканчик. Дин. Капец, Стас. Я сделал себе ещё инвентарь круче. И у меня уже там еда лежит. Да это... Сдевалься, как вы это. Я знаю, что-то у кого просить пищу, когда я проголодаюсь. Да ты можешь мне копьём угружать, я тебе и так всё отдам. Так, прокачка. Это всё у нас всё хорошо. У нас с тобой пока всё прям вообще. Даже лучше, чем в прошлых раз. Мы намного быстрее, кстати, развились, да? Ну, опять же, потому что мы уже в теме, да? Ну, конечно. Ко мне только что-то как-то маловато. Я тут не вижу вообще. Ну, у меня вроде как 69 час камушков. А, ты спишь, да? На руках. Я сплю, да? Спи, а я пока пойду, найду камней. Нет, я отойду, чтобы поискать камней. Да-да-да. Отошёл сгущёнка, только слышно, как лопает. И сейчас такой... Сейчас такой доносится, таким эхом. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Да-да-да. Откуда-то, а? Это точно. Налопывает там. Ну, у меня реально, кстати, игра почему-то просела. Я вообще не понял, почему. Какие-то тёмки ненормальные. Мне 12 фпс показывают. То прям вот прям всё идеально. Идеально волк появился. Бах, и всё, пошла фигня. Наверное, там реально что-то такое прогрузилось. Клёвое. Странно вообще. Микрофон. Давай. Так, ну что, можно собираться, тогда погнали, раздень. Блин, у меня реально что-то так отстойно. Это просадка, я вообще не могу понять из-за чего. Ладно. Не будем, может пройдёт. А что ты с видеокарта? Ой, там как это... 650-ая... Ай, по-моему, у меня... Диай? Ну да, 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 диай там, ай, неважно. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Не, ну вроде нормально. Она слабенькая очень. Но она... Так. За свои деньги-то, наверное, неплоха. У меня просто слабый. У меня ай-третий пень, короче, это получается там всего на 3000 двухъядерник. Ну какой сейчас? Это вот походу у тебя вся проблема именно в нём. На моём втором компе стоит 660-ая, она в принципе тащит неплохо, но там просто и нормальный. Хотя... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо. Ну так. Мы с тобой подошли к месту, я ставлю этот самый. А я буду перед собой держать капкан, чтобы если вдруг что... А я вот тут его поставлю. Я буду прям перед собой держать. Я вижу грибочек. Я прям хочу его забрать. Давай идей забирай, раз хочешь. У меня, правда, места нет. Потерянное будущее. Ты нашёл потерянное будущее? Ну называется, да, войдите, что-то там, куда-то. Смотри, контейнера. СБ-07. Вау. Ё-моё. Что мне прям... Мне прям нравится. Алине из будущего. Из потерянного будущего. Должен заметить. Да, да, да. Тут к этой сетке я пройти не могу. А где ты? Я тут вокруг думаю. Я в округе, по округе пошёл. Слушай, тут прям офигенно. Я прям хочу там быть. А я уже зашёл внутрь. Это место выглядит как стихийное... Что-то там, видимо, стихийное бедствие. Не спел дочитать. О, машина. Обойди. Это стихийное бедствие, опустошившее много лет назад. Опустевшее. Так, надо нам с тобой найти входы. Это знаешь, что напоминает? Опять-таки из этого... Господи, как это экран за справа выживания? Книга. Страница с бортового журнала разведотряда. Заехали на территорию заброшенного поселения. Как выяснили, называлось новое будущее. Находится довольно далеко от базы. Ни одной живой души или трупа. Только кровь везде и разруха. Мы бы сразу уехали, но тот заметил на своём сканере движения где-то в большом гараже. Он направился туда всё проверить. В целом, можно считать, это последняя необита и обрывается. Стас? А у меня был... У меня дневник... Я дневник медсестры нашёл. Ты чей на дневник нашёл? А это просто бортовой журнал. Да? Журнал разведотряда. Я волнуюсь за Айсека. Он почти не выходит из гаража. Ест отдельно от всех. Ни с кем не говорит. Даже со мной. Когда я скажу ему, что он выглядит нездорово. Он только отмахивается. А когда захотел потрогать его лоб, чтобы проверить температуру, отбросил мою руку. Надеюсь, что не из-за его исследований. Короче, тут очень... Здесь очень всё опасно. Артур, вот такая жесть. Я вижу, как люди глядят на Айсека. Теряют надежду. Но лично я не брошу его. Вот какая фигня, короче. Где-то в гараже Айсек. Айсек, видимо, тот самый Айсек, который по подвалам шляется и убивает мамку и все дела. Вот видимо. Я вот об этом уже подумал. Ха-ха-ха-ха-ха. Ох, твою мать, я отравился. Да? Ты же всё не то. Но я съел грибы. Нежареные. Но! У меня бейсбольная бита. А это круто, кстати. Смотри-ка, ты, значит, оружие нашёл? Да, только что вот тут где-то и ходил. Так, подожди, я сейчас стремительно сдохну. Я стремительно поставил костёр, так что выходи на улицу, всё будет нормально. Зацени. Нифига, ты крутяк вообще. Да, вот теперь вот только пускай мне попадётся Айсек. Да, да. Нет, я забыл забрать убежище. Ох, твою мать. Убежище, мастерскую на старом месте. Я не могу их построить, прикинь. Блин, это отстой. Вот это беда. Ну ладно, мы вернёмся сейчас. Ну, точнее, ты, наверное, сбегаешь, а я пока на всё залутаю. Ах, вот оно как. Да, да, да. Сейчас найду там автомат такой какой-нибудь. Ага, гранатомёт. Потом сойдёт в мой магазинчик с едой. Я знаю, что я хочу сделать? В мой магазинчик. В мой магазинчик. Ой, коварный, ой, коварный. Я хочу сделать факел, потому что, я так понял, по этим зданиям без факела ходить, ну вообще отстой полный. Я вообще забыл, что такое существует. Смотри, там слева от тебя здание, где я тебе покажу. Иди сюда. Всё, погоди. Я уже сюда зашёл, но ты очень аккуратен. Потому что я зашёл, мне прям очень не понравился, что я увидел. Вот здесь. Так, так, подожди. Я вообще ничего не вижу. Вот загляни сюда одним глазком, ты сразу всё поймёшь. А я пойду, заберу свои ключи. Пипец. Да, да, да. Это же яд какой-то. Вот. А я пойду сейчас заберу свои шмотки. А что с моей лапкой? Это ты тут записку эту читал, получается? Ой-ой-ой, волк. Мощный? Нет, по-моему, нет. Да, отстань ты, да, второй волк. Олень. Спаси меня. Образивать портального кристалла я нашёл. Так, попозже ещё прочитаю записку эту. А ты здесь читал эту записку или нет, Артур? Вот всё моё. Нет, моя записка, которую я нашёл, она справа. Да. Она справа вверху. А я тут, короче, какой-то тоже нашёл, но пока ничего не читал, там, это самое, убежал. Слушай, да, я чуть не отъехал из этих волков. Ох, это пульно. Опасный волк был? Да нет, их просто было два. А понял, всё. А какой урон у твоего копья? А ща посмотрим. Палка. Так, щас посмотрим. У копья урон. А я тут чё-то даже не вижу. О, вот мой капкан. Урон 11-16 написано. 11-16, а, у моего 10-15, у тебя мои дубинки. Ну, тоже неплохо, но одну единицу всё лишь минус разницы. Да, при том, что ничего на это не потратил. В итоге. Да, да. Очень удобно. Да блин, прекратите это делать. Оба ничего неожиданно. Уже завалить его ради сухожилий. А ну... Ах, ты что, очень? О, как прекрасно. Пару тарак, почти нет. А как сделать-то? Вот так, да? Какие-то стуки слышишь, как вроде кто-то стреляет. Где-то? А, надо было... Блин, всё понял. Я вспоминаю, как... А там выстрелы, ты слышишь? Да, какие-то выстрелы слышал. Ты нет? Для себя опасно здесь. Я пытаюсь палку свою поджечь. Я тут прямо, короче, за воротами построить, потому что мне прям очень холодно. Нужно срочно. Всё, факел есть. Я просто вспоминал, как факел делается. Я уже забыл, что там надо поджигать его. Факел точно, точно, точно. Там, блин, я не могу подобрать сырое мясо. Что такое? Ха... Ты помню, какая-то кнопка была, что можно было выделить вообще объекты, которые с которым можно взаимодействовать. Ты помнишь эту кнопку? Выделите... Альт, может быть? Вот я тоже его нажимаю, вроде как ничего не происходит. А это что, гараж? Там наверху... Ты нашёл записку, которую я нашёл? Нет, я туда не ходил. Наверху куда? Ты вот в каком-то тут разломанном здании нашёл? Да-да-да, там справа от места, где ты читал. Вот, правее. Заехали на территорию заброшенного поселения. А как выяснилось, называлось «Новое будущее». Это правильно? Да-да-да, оно. Всё, понял. Пока не трогаю. Короче, тут жесть полная творится. Там вот едут этот отсек. В нём какой-то был кристалл, который я подобрал. Сухожилье! Да! Поздравляю, поздравляю с находочкой, отличной. Вот это просто топчик. Отлично. Знаешь, сколько у меня уже костей? Сколько? Пять. Офига себе, ты можешь копийное делать, я не знаю. Я тебе говорю. Каждую руку пока пью и в ногу даже можно моткнуть. Я, ты там, главное, чтобы у тебя еда была, потому что у меня вообще еда кончилась, и я не знаю, где сейчас её добывать. У меня 12 еды. Иди сюда. Обжора. Иди на выход. Приходи сюда. Приходи сюда. Не-не-не, иди ты ко мне на выход, тут лежат два куска мяса, я просто их взять не могу. У меня некуда, там всё забито гидой. Так, ладно, бегу. Пойдём сразу тогда смотреть, вот это вот слева, вот справа точнее всего, ну от нас справа. Нет, постой, я тоже проход. Я хочу вот здесь построиться. Погоди, погоди, не уходи без меня. Я хочу построиться, мне надо что-то сделать, что-то скрафтить. У меня капец еды, честно говоря, просто. Знаешь, что я могу сделать? Смотри, я могу сделать отрезок. Нет, не могу, я могу, тоже не могу. Да что такое? Что я могу вообще? Да что ты вообще можешь? Реально, что я могу? Я могу сделать разделочный нож. Нож, инструмент, приношение, шанс выпадения пылиных потерянных. Смотри, короче, я, наверное, сделаю разделочный нож и поставлю его вместо... Ларшки? Да, вместо лапки, давай поставлю здесь в сундук. Ты знаешь, что ты, вот у тебя есть дерево? У меня дерево кончилось, оказывается. Да, есть. Просто надо бы потом костёр поддерживать со временем. Я поставлю разделочный нож вместо лапки. Это он будет давать, получается, предметы? Да, вот блин, я тоже, вот знаешь, нифига ж не читаю. Я вот тоже нифига не читаю. Ну, не знаю, тут написано, что он будет удваивать выпадение полезных материалов, шанс. Это значит, что, по идее, я смогу выливать кожу и всё остальное гораздо лучшим шансом, наверное. Ну вот, вот это же вообще круто. Ну, по крайней мере, так похоже на то. Приношение, уничтожение, сухожилие, отрезок кожи. Сухожилие можно сделать из кожи, смотри-ка. Да. Что ещё здесь можно? Повязку сделать. При использовании восстанавливает небольшое количество здоровья. Останавливает кровотечение. Точильный камень. Он, наверное, восстанавливает нам оружие, да, наше? Точильный, я так не полагаю. Я, кстати говоря, там подорожники находил по дороге, но... Хехехе. Подорожники по дороге. Но я их не брал, слишком много всего происходило. Так, ну что... Ты там что, заготовился? Предлагаю начать там пойти по зданиям, пройтись. Да я вот думаю, я, наверное, не буду делать копьё, у меня дубины вполне хватает пока что, да? Так пока-то, да, конечно, чё тебе, зачем? По зданиям, да, неплохо, но я хочу взять дерево и почини ботинки. У меня ботинки, беда с ними. Ну, это пожалуйста. Перед тем, как идти в здание, давай я сейчас схожу в дерево на руку. А я уже пошёл в здание. В смысле? Давай я с тобой пойду в здание тогда. Не, тут ничего нет особо. Я вот... А, тут есть только записи. А-а-а. Тут только запись. Хочешь, почитай письмо Джона. Я почитаю. Ну, хочешь, почитай. Джоан, на этот раз, кажется, повезло. Нашёл это поселение, новое будущее. Управляет им один из учёных вейперт. Вейпер 3. В общем, нас здесь пока что симера. Мы работаем сообща, добываем еду и обустраиваем территорию. Но у нас есть ещё одна цель. Помочь ещё нам по имени Айзек. Закончить прототип машины времени. Прикинь. Угу. Говорит, что с помощью портального кристалла может получиться вернуться назад в прошлое и предотвратить катастрофу. Мы ему верим. Видел об это его гараж. Обустроен как какая-нибудь лаборатория. Вау. Прикинь. Может... Может, правда, получится всё исправить? И я смогу тебя спасти? Так, ну знаешь, это уже похоже на мотивы. Да, и это похоже, кстати, на сюжет. Причём, кстати, довольно-таки неплохой. Ну что, погнали. Знаешь, что... Это, по-чего-то там делают зелёная жижа, вот это вот. Там, по-ходу, туда нам, по-ходу, и надо. Да, надо что-то, наверное, сделать, чтобы туда пройти какую-то марлевую повязку. Хотя бы. Знаешь, что мне это напоминает? Смотрел сериальчик очень классный. Называется «Чернобыль». Просто «Чернобыль». Не смотрел? У-у. Я, по-моему, рассказывал. Не помню. Сериальчик, короче, про детишек. Всё началось с того, что у них украли деньги. Украл деньги блогер какой-то, который вёл в блог при всём при этом. И уехал в Чернобыль. Вот. И они за ним гнались. И там, попадая туда, они встречались очень много всяких разных аномалий, учёных. И там тоже всё это было связано со временем. Именно с машинами времени. И там были чуваки, короче, которые телепортировались во времени. И они нашли чувака, вросшего в дерево. Он просто из прошлого телепортировался в будущее, короче. А телепортировался в место, где выросло дерево. И врос в него, короче. Капец какой-то. Это какой-то психоделик вообще. И они там снимали, короче, знаешь, проводили эксперименты. Как он вообще будет жить, вот попав в дерево, всё такое. Ключ очень клёвый сериал, на самом деле. Очень классный, мне прям понравился. Я жду продолжения. Я нашёл записку и шапочку. Я уже одел шапочку, а записку прочитаю. Шапочка? Сообщение. Я только что видел возле гаража Айзека что-то ужасное. Оно смотрело на меня, затем скрылось в гараже. После исчезновения Айзека я час от часу не легче. А теперь вообще жить здесь стало... Что? Не безопасно. Вот чувствую, надо уходить. Завтра. Короче говоря, в гараж что-то, походу, суваться очень опасно. Я тебе так скажу. Там что-то есть. Уж явно. Походу, походу, там Айзек есть. А знаешь, что я нашёл? Ну-ка. Я нашёл генератор и ящик с энергетическими батончиками. Ха-ха-ха, ящик. Фига себе. Реально ящик, вот иди посмотри. Здесь батончиков, здесь около трёх консервов, три батончика. Похоже, это конец. Конечно же, конец этой серии, дорогие друзья. Мы с ней словно потрудились с Артуром. Нашли какие-то постройки, где безумный учёный, на великом он был безумный. Безумный учёный Айзек творил какое-то безумство. Ну, он же безумец, в принципе, безумство творят только безумцы. Натворил такого, что весь лагерь-то вымер. Да вообще, тот не пойми, что творится. Надеюсь, в следующей серии мы хотя бы хоть немножко приоткроем завесу этого безумия. И узнаем тайны, которые нельзя знать обычному смертному человеку. А сейчас не забывайте ставить лайки, комментировать это видео, делиться им с друзьями, а также добавляйте плейлисты. Ну и вступайте на нашу группу ВКонтакте. А также подписывайтесь на наши каналы. Все ссылочки есть в описании. Дорогие друзья, смотрите туда и наслаждайтесь. Смотрите дополнительные другие видосики. А с вами был Станислав Артур. Всем счастливо, всех целуем, всех обнимаю, всех люблю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok